Продолжение следует... Для меня большая честь выступать на этом форуме, где участие представителей и экспертов высокого ранга подчеркивает важность данного мероприятия и гарантирует достижение эффективных результатов. Можно с уверенностью сказать, что Сенитальская рамочная программа действий послужила своевременным источником для активизации деятельности международного сообщества, сформулировать соответствующие проблемы в сфере снижения риска бедствий, консолидировать возможные решения и выработать четкие рекомендации для стран-участников конференции на период до 2030 года. Республика Таджикистан, как и страна участницей конференции, в рамках национальной платформы по снижению риска бедствий, объединяющей как ведущие министерства и ведомства, так и в качестве наблюдателей и представителей международных организаций, стран-доноров, принимает всеобъемлющие меры по реализации рекомендаций настоящей рамочной программы. Уважаемые дамы и господа, Таджикистан осознает сложность обеспечения устойчивого развития без учета рекомендаций настоящей рамочной программы и в первую очередь внедрение принципа «сделать лучше, чем было» в деятельности по восстановлению, реабилитации и реконструкции. С уверенностью могу подтвердить, что в своем подходе к снижению риска бедствий наша страна принимает во внимание основные мероприятия, отнесенные к каждому из четырех приоритетных направлений настоящей рамочной программы и будет осуществлять их с учетом соответствующих возможностей и потенциала, которые будут способствовать достижению ее семи глобальных целевых задач. За период после Синдайской всемирной конференции в Республике Таджикистан в рамках национальной платформы проведены четыре заседания, посвященные внедрению рекомендаций Синдайской рамочной программы действий и определен национальный координатор ее в Таджикистане. Подготовлен проект новой национальной стратегии по снижению риска бедствий на 2017-2030 годы. Отрадно отметить, что международные организации и партнеры по развитию выразили готовность нести свой вклад в реализацию новой национальной стратегии по снижению риска бедствий. В условиях усиления глобальной взаимозависимости в целях реализации азиатского рамочного плана по реализации Синдайской рамочной программы действий, декларации Нью-Дели и Душамбинской декларации мы вновь подтверждаем свои обязательства в этой сфере и в первую очередь осознаем, что необходима согласованная международная помощь и поддержка для повышения профессионального мастерства и укрепления потенциала, необходимого для снижения риска бедствий. Уважаемые коллеги, одним из важных мероприятий в рамках регионального сотрудничества было проведение в столице нашей страны города Душамбе первой встречи региональной платформы по снижению риска бедствий для стран Центральной Азии и Южного Кавказа и региональной встречи главведомств по чрезвычайным ситуациям стран Центральной Азии. Проведение этих важных региональных встреч в Таджикистане еще раз подтверждает твердую готовность правительства нашей страны укреплять международное сотрудничество в сфере снижения риска бедствий. Исходя из этого, наша страна в ближайшие годы в рамках реализации настоящей рамочной программы и новой национальной стратегии планирует совершенствовать единую государственную систему по предупреждению и ликвидации ЧАЭС, разработав механизм по расширению полномочий его координационного органа. Реформировать и укреплять органы управления, уполномоченные к решению задач по вопросам предупреждения и ликвидации ЧАЭС, в первую очередь Центр управления кризисными ситуациями, расширять и укреплять международное сотрудничество в сфере снижения риска бедствий. Уважаемый господин председатель, а теперь разрешите от имени стран Центральной Азии и Южного Кавказа представить вашему вниманию краткое содержание Душамбинской декларации по снижению риска бедствий для создания потенциала устойчивости к психийным бедствиям, которая была принята 12 июля 2016 года в городе Душамбе в ходе первой встречи региональной платформы для стран Центральной Азии и Южного Кавказа. В ее работе приняли участие делегации Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В декларации отмечается, что страны региона склонны к высокому уровню рисков бедствий в силу своего географического положения, незащищенности населения и экономик от распространенных и многочисленных возникающих рисков и угроз. Регион испытывает широкий спектр природных и техногенных катастроф, включая землетрясения, наводнения, оползни, селевые потоки, снежную лавину, засуху, экстремальные температуры. Широкий спектр проактивных мер по снижению рисков и уязвимости к бедствиям были приняты в регионе, в том числе и в ответ на глобальное стратегическое руководство. Государства в регионе выразили свою приверженность осуществлению глобального руководства на период после 2015 года в рамках национального и регионального контекста и приоритетов. Главы делегаций стран, принимавших участие на данной встрече региональной платформы, согласились с тем, что управление рисками стихийных бедствий устойчивого развития с учетом рисков является общим элементом, отмеченным во всех программах развития на период после 2015 года, принятых всеми государствами членами Организации Объединенных Наций. Синдайская рамочная программа действий по снижению риска бедствий является глобальным рамочным руководством по снижению риска бедствий для обеспечения устойчивости. При этом реализация глобальных программ развития, в том числе и Синдайской рамочной программы, должна осуществляться исключительно, признавая стратегическую роль правительств в целях обеспечения дальнейшей устойчивости. Страны и регионы в декларации подтвердили обязательства, принятые Синдайской рамочной программой посредством национальных заявлений и совместным заявлением стран региона в отношении повестки дня на период после 2015 года для реализации приоритетных направлений действий данной программы, чтобы предотвратить создание нового риска, снизить существующий риск и укрепить устойчивость людей и имущества целью противостояния риску в региональном контексте стран региона. Страны региона выделили приверженность в сотрудничестве с национальными и местными органами власти, частным сектором, международными и неправительственными организациями и другими заинтересованными сторонами, и приняли решение разработать, обновить и внедрить стратегии по управлению риском стихийных бедствий и планов действий с национальными задачами и показателями на пути к реализации задачи Е Синдайской рамочной программы действий, предпринять согласованные действия для дальнейшего укрепления и расширения региональных и национальных многоотрясливых координационных механизмов, включая создание и действующие механизмы и платформы в целях консолидации усилий и ресурсов с участием широкого круга заинтересованных сторон, а также с учетом принципа национальной собственности, как это рекомендовано Синдайской рамочной программой для достижения устойчивости и развития с учетом рисков в нашем регионе. Развивать сотрудничество с Алматинским центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий, используя его в качестве ресурсного центра для реализации приоритетных направлений деятельности Синдайской рамочной программы. Участвовать в первом цикле мониторинга Синдайской рамочной программы 2017-2019 года. В заключительной части Душамбинской декларации страны региона призвали международные организации и региональные учреждения оказывать практическую программную поддержку в целях ускорения процесса планирования и реализации Синдайской рамочной программы, предусмотреть механизмы информационного обмена по применению инновационных технологий и обмену передовым опытом между странами региона, а также между другими региональными платформами, предпринять усилия по разработке политики и подходов по привлечению транснациональных корпораций и представителей коммерческого сектора в странах региона к участию в реализации местных и региональных программ по снижению рисков. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас, господин Ростан Назар-Сода. Благодарю вас за вашу заявку. Благодарю вас, господин Ростан Назар-Сода.